Лайман. Котята. Читает Владимир Князев. Котёнком. Меня передёрнуло от отвращения. Не успела она даже сказать второе слово. Сердце гулко и быстро застучало. Я думал, что я один, как видите. Я растянулся на шезлонге у бассейна на заднем дворе, окружённом сосновым штакетником, наслаждаясь новой книжкой о 87-м полицейском участке и солнечным светом с тёплым бризом. Вторжение застало меня врасплох. Оправившись от потрясения, я повернулся и увидел девочку. Она уже вошла и уверенно шагала ко мне. Я знал, кто это. Моника с окраины квартала. Хотя мы не были знакомы, я очень часто видел Монику. И слышал. У неё был громкий гнусавый голос, который она обычно использовала, чтобы огрызаться своей бедной матери и кричать на друзей. Я знал, как её зовут. Её имя часто можно было услышать на улице. А также потому, что она сама им пользовалась. Моника принадлежала к клану чудаков, говорящих о себе в третьем лице. Ей было лет десять, по-моему. Если бы я не имел несчастья наблюдать за её поведением раньше, я бы, несомненно, был поражён красотой стоящей передо мной девочкой. У неё были густые каштановые волосы, горящие глаза, идеальные черты лица, безупречная фигура, стройное тело. Однако мне она не казалась красавицей. Не казалась она и просто хорошенькой. Пусть и была восхитительно одета. Розовая кепка с небрежно задранным вверх козырьком, джинсовый сарафан, белая блузка, белые чулки, розовые кроссовки под цвет кепки. Она не была ни красавицей, ни просто хорошенькой, потому что она была моникой. Как по мне, не бывает красивых или хорошеньких соплей. Она остановилась в ногах шезлонга и нахмурилась. Осмотрела меня с ног до головы. Мой купальный костюм совсем не был рассчитан для публичных выступлений. Я быстро прикрылся раскрытой книгой. «Это вы, мистер Бишоп?» Спросила она. «Ну, да, я». «Человек с котятами?» Я кивнул. Она кивнула в ответ и подпрыгнула на цыпочках. «И вы раздаете их бесплатно?» «Ну, да, надеюсь найти для них хороших хозяев». «Значит, Моника возьмет одного?» «А кто это Моника?» Спросил я, хотя и совершенно точно знал ответ. Она ткнула большим пальцем в грудь, точно между бретельками платья. «Ты Моника?» Спросил я. «Ну, да». «Хочешь котенка?» «Где они?» Несмотря на мою неприязнь к этому ребенку, я хотел раздать котят. Я подал объявление в газету, расклеил на нескольких деревьях поблизости, но без какого бы то ни было успеха. Из четырех котят выводка, трое до сих пор жили у меня. Они не становились младше или меньше. Скоро все они уже не будут такими милыми, веселыми, игривыми котятками. И кто же тогда захочет их взять? Другими словами, я не хотел особо разбирать. «Если Моника хочет котенка, то она получит котенка». «Они в доме», — сказал я. «Я принесу, чтобы ты посмотрела». Пока я поднимался и думал, что же мне делать с моим нескромным нарядом, Моника посмотрела на раздвижную стеклянную дверь, ведущую в дом. «Она не закрыта, да?» «Нет, но ты постой здесь». Не обращая на меня внимания, она пошла по краю бассейна. Я воспользовался возможностью встать, положить книжку, схватить пляжное полотенце со спинки шезлонга и быстро обернуть им талию. Подвернув уголок полотенца, чтобы оно не падало, я поспешил за Моникой. Она уже быстро широкими шагами шла по дальнему краю бассейна. «Я принесу котят», — окликнул я. «Подожди здесь». Я не хотел пускать ее в мой дом. Не хотел, чтобы она пялилась на мое имущество, чтобы она к нему прикасалась, ломала или что-нибудь стащила. Я не хотел, чтобы она оставила частицу нахальной и мерзкой себя в моем уютном гнездышке. Она потянулась к ручке двери, ухватилась за нее. «Моника, нет! Не кипятись, мужик!» — сказала она. Примечание переводчика. Это одна из коронных фраз Барта Симпсона. Учитывая, что рассказ написан в годы расцвета популярности Симпсона в 1992 год, это вполне может быть прямой цитатой. С шумом распахнула дверь и вошла. «Выходи оттуда!» — закричал я. «Я же просил тебя подождать на улице!» Далеко она не забралась. Переступив коврик, я увидел ее в комнате. Она прижала кулаки к губам и вертела головой из стороны в сторону. «Где они?» Я пожал плечами и вздохнул. «Она уже в доме, и с этим ничего не поделаешь». «Иди сюда», — сказал я. Она последовала за мной на кухню. «Почему ты завернулся в это полотенце?» — спросила она. «Ну, это мой костюм». «А куда делся твой костюм?» «Да никуда он не делся». «Ты что, его выбросил?» «Нет». «Не стоило». «Да нет, я тебя уверяю. И так же, юная леди, уверяю тебя. Еще чуть-чуть я попрошу тебя уйти». Проход на кухню был закрыт невысокой деревянной панелью, чтобы котята не выходили. Я приподнял полотенце, как подол юбки, и перешагнул через панель. Обернулся, чтобы проследить за Моникой. «Осторожно», — предупредил я. «Было бы неплохо, если бы она упала и разбила свой задранный носик», — подумал я. Но она перекинула обе ноги безо всяких приключений. Моника втянула воздух носом, подняла верхнюю губу. «Чё это так воняет?» «Я ничего не чувствую». «Моника сейчас сблюет». «Но это, наверное, от коробки с котятами?» «Фу!» «А вот и она. Я указал на пластмассовый тазик. Тебе придется привыкнуть к некоторым не самым приятным ароматам, если хочешь держать кошку в...» «А, котенок!» Она проскочила мимо меня и пролезла под стол к дальнему углу кухни, где котята резвились на шерстяном одеяле. Пока я ее догнал, Моника уже сделала выбор. Она стояла на коленях и прижимала к груди Лейзи, поглаживая ее по полосатой головке. Взгляд Лейзи наполнился яростью, но она не дергалась. Котята терлись о колене Моники, мурлыча и мяукая. «Она возьмет этого!» Сказала девочка. «Боюсь, что нет». Моника медленно повернулась, взгляд ее говорил. «Да как ты посмел!» Но вслух она произнесла. «Конечно же возьмет!» «Нет, я обещал тебе котенка, а это не котенок». «Котенок, котенок, самый маленький, самый милый котенок из всех, и он пойдет домой с Моникой». «Можешь взять любого другого». «Да кому они нужны? Они большие, это нехорошие котята, а вот это хороший котенок». Она прижалась к Лейзи щекой. «Нет, ты не хочешь взять ее», — сказал я. Она встала. Я схватил ее за плечо и толкнул вниз. Да так что она снова оказалась на коленях. «Ну все, теперь у тебя будут проблемы», — сказала она. «Сомневаюсь». «Ты тронул Монику!» «Ты проникла ко мне в дом. Вошла без разрешения даже после того, как я попросил тебя подождать снаружи. Собираешься уйти с имуществом, принадлежащим мне. Так что я имею полное право тебя трогать». «Да ну!» «Ну да». «Ты бы лучше отпустил Монику домой с этим котенком!» Несмотря на то, что я говорил о незаконном проникновении, нельзя было пропускать ее слова мимо ушей. Я тридцатилетний холостяк, почти в чем мать родила, один в доме с десятилетней девочкой. Это выглядело не слишком прилично. Мысль о том, в чем меня могут обвинить, пугала. «Ну, хорошо. Если тебе нужна эта кошка, она твоя. Давай забирай ее и уходи». Она поднялась на ноги с победной усмешкой и сказала. «Спасибо». «Честно говоря, если хочешь знать от Лэзи, у меня всегда мурашки по коже бегали». «Мурашки?» «Да, не обращая внимания». «А что с ней?» «Да ничего». «Скажи». «Лучше скажи или...» «Ну...» Я взял стул, развернул и присел. «Это что, надолго?» Я проигнорировал ее вопрос и сказал. «Ну, все началось с того, как Лэзи упала в туалет». Моника разинула рот от удивления, словно кошка внезапно раскалилась до бела, и отшвырнула ее. Кружась в воздухе, Лэзи испустила крик «Мяу!» и приземлилась точно на четыре лапы. «Но нельзя ее так бросать», — сказал я. «Ты когда упала в туалет?» «Фу-фу-фу!» «Ну, там ничего не было, кроме чистой воды, и к тому же это было очень давно». «Ты хочешь сказать, что...» «Теперь она не грязная?» «Да она идеально чистая». «Так в чем же тогда дело?» «Ну...» Она утонула. Моника опустила подбородок вниз и уставилась так, будто смотрела над невидимыми очками. Сложила руки на груди. Наверное, переняла эту позу у кого-нибудь из старших. «Утонула?» — сказала она. «Эй, не смеши меня!» «Я серьезно», — сказал я. «Если бы она утонула, она бы умерла!» Я решил не спорить. Вместо этого продолжил рассказ. «Ну, это все началось, когда родила миссис Браун. Миссис Браун — это кошка моего друга Джеймса, который живет в Лонг-Бич. Когда он мне рассказал о котятах, я сказал, что хочу взять одного. Естественно, я не мог взять его сразу. Нужно было дождаться, когда их можно будет отлучить от матери. Моника прищурилась. «В смысле?» «Нельзя забирать новорожденных котят. Им нужно материнское тепло». «А, вот оно что». «Ну, короче говоря, мы с Джеймсом договорились встретиться, чтобы я выбрал котенка. Ты знаешь, где находится Лонг-Бич?» Она закатила глаза вверх. «Моника видела елового гуся и королеву Мэри столько раз, что они ее уже достали». Примечание переводчика. Еловый гусь – неофициальное название «Хьюджис А4 Геркулес» – транспортной деревянной летающей лодки, разработанной американской фирмой «Хьюджис Аэркрафт» под руководством Говарда Хьюза. Этот 136-тонный самолет был самый большой когда-либо построенной летающей лодкой, а размах его крыла и поныне остается рекордным – 98 метров. Самолет «Геркулес», пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой первый и единственный полет только 2 ноября 1947 года, когда поднялся в воздух на высоту 21 метр и покрыл приблизительно 2 километра по прямой над гаванью Лос-Анджелеса. После длительного хранения самолет был отправлен в музей Лонг-Бич, Калифорния. В настоящее время является экспонатом музея Evergreen International Aviation в Макнивеле, Орегон, куда был перевезен в 1993 году. Ну, в таком случае ты знаешь, что ехать туда около часу. Она кивнула, зевнула, посмотрела в поисках Лэзи. Я продолжил. Ну, перед тем, как выехать в Лонг-Бич, я выпил слишком много кофе, и когда был у дома Джеймса, чувствовал себя очень неловко. Это все отвлекало ее от кошки. «Это почему?» «Ну, мне хотелось в туалет. Очень хотелось». «Боже мой!» Я поспешил к парадной двери и позвонил. Звонил снова и снова. Но Джеймс все не открывал. Как оказалось, он забыл о нашей встрече и поехал по магазинам. Но тогда я об этом не знал. Я знал одно. Дверь мне не открывают. И еще чуть-чуть, и я обделаюсь. «Нельзя говорить такое при детях!» К сожалению, состояние моего мочевого пузыря – неотъемлемая часть этой истории. Как бы то ни было, я начал терять самообладание. Я колотил в дверь и звал Джеймса, но безуспешно, и решил направиться к соседнему дому. Но эта идея привела меня в смятение. Как я мог напроситься по такому делу к незнакомым мне людям? Да и кто меня пустит? Рядом не было ни заправки, ни ресторана, ни магазина. Моника зевнула. «Ну, у меня не было выбора. Нужно было как-то влезть в дом Джеймса. Или так, или...» «Ты очень невоспитанный!» «Ну, не настолько невоспитанный, чтобы мочиться на улице. И, к счастью, до этого не дошло. За домом я нашел открытое окно. На моем пути была москитная сетка, но я был не в том состоянии, чтобы беспокоиться о таких пустяках. Я без колебаний вырвал ее из креплений, вломился в дом и помчался в ванну. Как оказалось, в ванной и жили котята. За закрытой дверью, чтобы не бегали по всему дому. Ну и чтобы аромат коробки с котятами не распространялся, конечно. «Этот рассказ слишком длинный», — запричитала Моника. «Длинный и затянутый». «Ну хорошо, я буду краток». Я ввалился в ванну и скакал там, чтобы не раздавить котят. Уже собрался облегчиться. Но когда заглянул в унитаз... «Лэззи», — сказала Моника. «Лэззи, да. Ее, конечно же, тогда так не называли. Она, должно быть, влезла на край унитаза, чтобы попить, и шлепнулась в воду. Плавала там на боку, мордочкой вниз. Я понятия не имел, сколько она там пробарахталась, но двигаться она не могла. Только не по собственной воле. Она кружилась там, в медленном ленивом водовороте. И так я выловил ее оттуда и положил на пол. Она отвратительно выглядела. Ты когда-нибудь видела мертвого котенка?» «Она не была мертвой. Вот она здесь!» Моника твердо указала на кошку. Лэззи действительно лежала на боку и облизывала лапу. «Сейчас она не похожа на мертвую», — согласился я. «Но ты бы видела ее, когда я только вытащил ее из унитаза». Она ужасно выглядела. Шерсть вся спуталась. Уши безжизненно повисли. Глаза закрыты, а на их месте лишь узкие темные щелочки. И еще. Она выглядела так, словно умерла рыча. И я оскалил зубы, чтобы Моника поняла, что я имею в виду. Моника же изо всех сил старалась показать, как это ее раздражает. Но, несмотря на все усилия, ей это не особо удавалось. «Лэззи была холодной», — сказал я. «Мокрой. Прикосновение к нею обдало меня холодом. Но я все равно решил осмотреть бедняжку». Ее сердце остановилось. «Не сомневаюсь», — сказала Моника. Но она, уверен, немного растерялась. Она умерла. «Нет». Она утонула в туалете. Она была мертвой-примертвой. «Нет». «Да, да и да». Моника стукнула кулачками по бедрам и, раскрасневшись, выкрикнула. «Ты отвратительный человек». «Да нет. Я просто прекрасный человек». Я перевернул Лэзи на спину, прижал свои губы к ее рту и вдохнул. В то же время большим пальцем я нажимал на ее сердце. «Ты слышала когда-нибудь про КПР?» Моника кивнула. «Конечно. КПР — это робот в «Звездных войнах». Я был рад убедиться, что она далеко не такая умная, как думает. КПР — это аббревиатура, означающая кардиопульмональную реанимацию. Это процедура, направленная на оживление людей, которые... «Ах, вот оно что!» Внезапно в ее голосе появилось самодовольство. «Значит, кошечка все-таки не была мертвой, а Моника говорила». «Она была совсем мертвой». Моника покачала головой. «Не была». «Она была мертвой, и я ее вернул к жизни с помощью КПР. Прямо там, в ванной». Очень скоро вернулся Джеймс. Я объяснил ему, что случилось. И он позволил забрать мне спасенного котенка. Ну, я назвал его Лэзи. Коротко от Лазарь. Ты знаешь, кто такой Лазарь? «Конечно». «И кто?» «А не твое дело». Ну, как скажешь. Короче, я забрал Лази с собой. И знаешь что? Моника презрительно ухмыльнулась. Лази нисколечко не выросла с того дня. Это произошло шесть лет назад. И все это время она остается размерами, как маленький котенок. Так что, как видишь, она моя. Она не из выводка, который я раздаю. Она мама этого выводка. Но она меньше их всех. Она была мертвой. Моника долго разглядывала Лази, потом повернулась ко мне. Она не мама. Ты все это рассказал, чтобы оставить самого красивого котенка себе. Девочка бросилась к одеялу, схватила Лази, сжала ее в объятиях и поцеловала темно-коричневую «М» на ее лбу цвета меда. «Отпусти ее», — сказал я. «Нет». «Не заставляй меня забирать ее силой». «А вот этого лучше не делать». Она взглянула на дверь кухни позади меня. «Лучше дай-ка мне пройти, или у тебя будут большие проблемы». «Отпусти, Лази. Ты все еще можешь взять котенка, но...» «Отойди», — сказала она и пошла прямо на меня. «Как только ты...» «Мистер Бишоп сказал, заходи ко мне, у меня для тебя есть котенок». Она остановилась и хитро посмотрела на меня. Но когда Моника зашла к нему домой, он рассказал ей, как хотел пописать. Снял полотенце, в котором был, и сказал «Вот он, мой маленький котенок. Его зовут Питер». «Я только и смог, что ахнуть от изумления. Эй!» «И он сказал, чтобы я приласкала Питера, поцеловала Питера. Я не хотела, но он схватил меня и...» «Хватит!» — выпалил я и отступил в сторону. «Забирай эту кошку. Забирай и уходи!» Унося мою Лейзи, с важным видом она подмигнула. «Спасибо большое за котенка, мистер Бишоп». Я посмотрел ей вслед. Просто стоял и смотрел, как она скользящей походкой прошла по комнате и перешагнула через порог открытой раздвижной двери. Едва ступив на бетон, она пустилась бежать. Очевидно, боялась, что я могу найти в себе чуточку духа и желание вернуть кошку. Но я даже не шевелился. Обвинение, которым она меня припугнула. Как его можно опровергнуть? А никак. Такое обвинение пристало бы ко мне до конца моих дней, как проказа. И все знали бы меня не иначе, как извращенца, любителя маленьких девочек. Так что я позволил ей украсть мою маленькую Лейзи. Я застыл на месте, охваченный ужасом, и отпустил ее. Снаружи раздалось знакомый «рмяу!», а за ним резкий визг. Такой, какой могла бы издать девочка, если бы кошка в ее руках вдруг решила выцарапать себе путь на свободу. За визгом глухой плеск. Я по-прежнему не двигался. Но ужас прошел. И вообще-то, мне даже стало весело. Бедняжка моя. Упала и вся промокла насквозь. Лейзи перепрыгнула порог, пробежала к комнату, шерсть ее поднялась дыбом, маленькие ушки повисли, а хвост изогнулся пушистым знаком вопроса. Она остановилась и начала тереться о моей лодыжке. Я поднял мою крошечную кошку. Прижал ее к лицу обеими руками. Все еще было слышно, как кто-то плещется снаружи. Плещется и кричит. Помогите, помогите! Неужели в арсенале хитростей Моники не было плавания? Я даже надеяться на это не смел. Больше никто не звал на помощь. Моника все еще задыхалась и пыталась удержаться на плаву. Но вскоре переполох сменился тишиной. Я принес Лейзи к бассейну. Моника лежала на самом дне. Лицом вниз, руки и ноги разведены в стороны, волосы развиваются по течению, а блузка и джемпер едва заметно колышутся. Она немного напоминала парашютиста, наслаждающегося свободным падением и ожидающего последнего мига, когда нужно дернуть за кольцо. Думаю, надо бы вытащить ее, сказал я Лейзи. Сделать ей КПР. И покачал головой. Нет, неудачная идея. Мужчина моего возраста трогает десятилетнюю девочку. Да что люди подумают? Я направился к раздвижной стеклянной двери. Может, сходим к Джеймсу в гости? Кто знает, может быть, кому-нибудь повезет, и он найдет здесь Монику, пока нас не будет дома? Лейзи замурлыкала, дрожа, как маленький теплый моторчик. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа приготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Перевод рассказа Амет Кималединов.